Дезинфекция рук и бесконтактное измерение температуры на входе. Новая реальность поликлиники 40-й больницы. Эти меры еще в новинку. А вот к капитальному ремонту уже привыкли. Светлана Сагачева берет талончик, ждет своей очереди и подходит к регистратору. Молодцы, хорошо работают, вежливые. Лучше, чем раньше за стеклом? Лучше, конечно. Намного лучше. Ну, очереди создавались большие, стояли. А сейчас очереди нет. Уменьшить очереди удалось за счет нового подхода. Теперь у каждого в регистратуре своя задача. В колл-центре отвечают на звонки, консультируют, записывают на прием. За стойкой регистрации отвечают на вопросы тех, кто пришел лично. Это место недоступно для пациентов. Мы в картохранилище. Теперь вся информация о пациентах промаркирована ярким цветом. Если вдруг какая-то карточка потеряется, а такое раньше бывало, ее будет гораздо проще найти. Если пациент записан на прием, он, минуя регистратуру, сразу идет ко врачу. Карточки подготавливают заранее в регистратуре. 20 человек на прием, вот они все подготовлены. Новый подход в работе замечают и сами врачи. И народу на прием не так много. То есть идет все равно, через 2-3 минуты больные идут. Больные идут через, ну, ведут свое время. Карточки приносят утром медсестра, забирают их в регистратуре в 7 часов. Прием начинается с полвосьмого. Все карточки в это время уже лежат у меня на столе. Обновление в поликлинике связано с нацпроектом здравоохранения. Так появились новая техника и открытая регистратура. Отремонтировали два этажа. На постоянной основе осуществляем обратную связь с пациентами. Это и листы проблем, которые у нас регулярно развешиваются, и социальные сети, и отзывы на сайте. Конечно, мы отслеживаем мнение, которое складывается от нашей работы, от тех изменений, которые произошли. Мы повышаем удовлетворенность, безусловно, при визитах в нашу поликлинику. Это самое главное, самое основное. Наряду с повышением, собственно, качества оказания медицинской помощи, безусловно, очень важное значение имеет удовлетворенность. На капитальный ремонт поликлиники из регионального бюджета выделили 4 миллиона рублей. Александра Шеломцева, Алексей Завылов. Время новостей.